всем привет обещала показать свои новинки покупки дню рождения но некоторые из них еще не пришли к сожалению пока они были на передежке рыженькая бабочка моя по типу golden brick apollo kerat cake они одинаковые не одинаковые пропала и как-то я при расстроилась пока я ждала ждала и ну так и не дождалась пока холодает сейчас не знаю дождусь и когда-то или нет но надеюсь дождусь покажу вам в общем то что есть то что было тоже куплено 1 этого такая красавица белоричной формы три лип с кимоно у меня в коллекции две кимоножки есть бабочка бабочка к сожалению не цвела прошлой зимой я очень ждала и она на после покупки там доращивала почечку цвела в общем передумала цвести надеюсь порадует меня этим сезоном вот и я себе купила тоже ко дню рождения уже конечно после купила три лип с кимоно обожаю красивейший недооцененный сорт и это радует потому что цена на нее пока не заоблачная она очень красивая у меня цвела бабочка летом на дороженной почке и она была сильно бледная но она была такая потрясающая ее абсолютно не портит как допустим тоже орхидея пиниф которая до неузнаваемости просто меняет цвет то кимоно она прекрасно и так и так и зимним цветением и летним это не два цветоноса все бутончики раскрыла ничего не засушила постояла несколько недель подумала привыкла к квартире и начала распускать дальше свои потрясающие цветы и радует меня и обрезать даже не думаю тут немножко поврежден лепесток это мы переехали на новую квартиру у меня появились теперь большие подоконники но как оказалось в однокомнатную я как-то их вмещала плотнее наверное и теперь когда появилось больше подоконников они все равно никуда не влазят но все равно есть куда еще разгуляться такая красавица розеточка тоже очень компактная вот она она маленькая бабочка моя чуть покрупнее но все равно не слон как альбуфейра или кот такая вот малышка пока вот еще раз покажу обалденное растение еще и очень пахнет обе мои кимоножки очень приятно пахнут на солнышке особенно конечно но и не ну в теньке слабо ладно на солнышке такая красавица так не завалила следующая моя покупка такая вот бабочка имени ее я пока не знаю как-то не искала уж слишком много пятнашек и какие-то более распространенные сорта на них она не похожа поэтому пока она у меня без имени мой далматинец у меня летом погибла подобная бабочка но это чуть-чуть мельче и как мне немного проще то моя красавица была более крупно цветковая более рюшистая меньше пятен она такая была с изюминкой это тоже красивая но это как по мне немного проще растения 3 цветоноса кустик совсем маленький такой еще подросток внутри цветом и я вижу вообще вот именно вот такие же бабочки у кого вот в продажах попадаются или девчонки на ютюбе показывают они у всех очень маленькие и очень много цветоносов наверное это какая-то особенность но как бы она не мультифлора она ближе к стандартам но цветов очень много и вот много цветоносов красавица тоже влюблена бесконечно конечно хоть и скучаю за своей первой бабочкой но не захотела она жить бактериалка и победила и не смогла спасти хоть и обрабатывала поэтому будет вот такая может еще получится найти такая как была бабочек много не бывает куплю еще одну пятнашку такая красавица так следующая моя красота уже побитая жизнью это вот такая вот бабочка нептун очень красиво растение обожаю бесконечно хотя она уже немного такая потрепанная тут уже зеленеть чуть-чуть начала когда переезжали в коробке все складывалось и конечно немного цветы уже повредились но пока пусть цветет я дождусь появления новых цветоносиков чтобы не было так грустно пока не появятся еще полюбуемся на то что есть очень красивое растение не знаю почему я раньше не любила венозников казалось мне что это как-то больше я короче по пятнышкам не знаю как правильно объяснить а этим летом прям на меня нашло у меня было только бабулет каравелла очень красивая такая кучерявая все но тоже чуть она не хотела мне зимой цвести а этим летом я себе купила и пелорик бабочку кого бьюти похожую на кого бьюти только побледнее тоже растение и купила бабочку аркадию себе на где-то тут у меня тоже стоит почечки будет но вот она красавица тоже будет скоро цвести надеюсь вот и прям много-много я себе купила пелоричной формы вот таких вот венозников обалденное растение просто просто не знаю как я раньше не обращала внимание но не буду мне всегда хотелось мне казалось что это очень дорогая бабочка но как-то нормальная цена видать потому что не все любят вот это так красиво она такая сахарная тут такая вот красота так дальше попала мне тут в кадр покажу ее моя красавица леодора первая у меня была леодорка классического цветения без мутации обожаю салатовую листву эти огромные листья в будущем я тут ее подвешу на окне купила уже такие макраме подвесы для вазонов и будет она мне висеть и расти куда хочет то что эти листья слонячьи никуда не влазят то их так жалко повредить не такие красивые в общем была у меня классическая и подарила маме когда заболела пелориками мама ко мне приехала летом увидела как цветет моя и говорит ой да мне ж такая же расцвела говорю мама у тебя такой быть не может потому что у меня бабочка она говорит ну ладно приехала я к маме в гости и каким было мое удивление классическая леодора зацвела полностью бабочка на всех лепестках я говорю ну и где справедливость покупаешь дорогущие растения они цветут без мутации на тот обычная купленная обычном магазине растения и процвела бабочкой поэтому теперь у меня и у мамы есть вообще в коллекции 2 леодорки есть еще пелорик называется она но он не классический пелорик как тюльпанчиком а просто вот у бабочки у нее петали отвернутый назад а здесь получается защип сделан так что как бы они наоборот вот наперёд сюда такими не знаю такие ушки тоже очень ждут цветения но я купила маленькую и почти без корней она вроде прижилась началась отпускать корешки ну я думаю этим летом ой не летом вернее а этой зимой на цвести точно не будет рановато ей вот годик пусть понаращивает еще корешочки вот такая красавица ароматная аромат великолепный обожаю пахнет на мне жвачкой экспериментировала я все-таки не на выпастоит в этом году и вот результат одна деточка у меня появилась на моей леодорке остальные не захотели румбу бабочку мазала мазала вот эту мою белую в пятнышко которая пропала больше по моему ничего не мазала вот еще один цветочек тут остался но он такой побитой жизни после переезда тут сломаны тут буду его срезать сегодня так вот еще красота купила я себе вот такой пилорик он на солнце более светлый вообще он такой темный такой восковый плотный я подозреваю что это мантре но я не уверена у меня мантре никогда не было но у меня была бабочка повороте ну и как по мне это не повороте сорт повороте чуть тоньше лепестки он все-таки светлее но у меня есть сараста в стандартном цветении тоже с плотными лепестками распускается тоже прям черный но не знаю может девочки у кого есть мантре подскажите она не она такая красавица очень она мне нравится и только ее купила она мне тут еще бутылочки доращивает мою отбила ей а нет есть упрятался переезда есть будет еще два три бутончиков такая красавица так еще хотела показать вот цветет моя альбу феера у меня был такой пилорик очень долго цветет дольше чем кот очень плотные цветочки до последнего очень красивые становится не такая желтая более сливочная но все равно такая красавица обожаю но я покупала вообще как бабочку без цветов она мне зацвела вот таким пилориком но я влюбилась конечно в пилорик и поняла что да он мне нужен через год она выдала цветонос с другой стороны ствола и зацвела стандартом тоже конечно обалденные цветы но маме моей понравилось от орхидеи и поехала к ней поэтому я себе купила первое мне как-то попалась бабочка я все купила бабочку альбу фееры ну когда увидела пилорик то конечно и его тоже ухватила только искала с двумя цветоносами с двух сторон ствола чтобы как бы большей вероятности было что процветет пилориком следующий раз но будем надеяться это пока не домашнее цветение цветение после посылки это это просто орхидея которая готова я не знаю пережить что и цвести дальше и ни одного бутона не засушить и вообще по моему все равно что с ней происходит как цвела так и цветет ну в общем моя любовь обожаю теперь мне бабочка и пилорчик такие красавицы и еще одна моя бабочка сталин бош я купила с тремя цветоносами вот сильно расспрашивала у продавца в изделии есть защипы потому что я знаю что она любит домашнее цветение свести как хочу так и цвету поэтому наверное куплю себе еще одну может несколько и посмотрю кто в домашке будет свести бабочкой ту себе оставлю остальные есть кому передарить продавец мне ответила что мол да все открытые цветочки бабочки можете не переживать ну когда я получила в посылке как бы не понимаю зачем вранье вроде я этого не увижу и так было почти на всех цветоносах было очень много цветов ну и последние они все были с одним защипом стандартных не было цветов но вот с одним защипом были поэтому не пойми как зацветет как говорится вот но все равно цвет у нее великолепные на мне очень живую нравится она такая прям насыщенная и тоже и рябая и такая вся и и полосочки и желтая губка это в центре нее такой островочек желтенький хищный красота в общем да нам я точно надо и наверно куплю еще вот из цветущего все я тут собрала все на одном подоконнике все что сейчас цветет будем ждать новых цветоносов пока у меня один цветоносик только есть новенький это его уже потеряла вот это орхидея идею покупала было вам подле сюда показать наверное нереально сделать вот такой красненький эта орхидея покупалась с названием splashes of summer но я ее видела по-моему как тиара ее раньше продавали покупалась в 2 и 5 на годик постояла такие уж и зайчи нарастила длинные и вот будем смотреть как цветет я подозреваю что они тоже есть варианты цветения такое это из серии аркс рея микки кроуна эти орхидеи мне тоже конечно есть обожаю такие пятна и вот буду очень ждать ее цветение остальные пока молчат малыши растут от взрослых будем ждать цветение вот кстати еще моя бабочка румба которую я тоже мазала пастой и вот тут она тоже какие-то почки пробудила непонятные тут она сама что-то там пробудила источки роста тут она уже почечку дает это будет цветочки тоже вот непонятно очень хочется деточку цветоносы с точки роста корней полный вазон вот а цвести почему-то вы не цвести а детковаться не хочет вот еще один цветонос с под листа общим развлекается как может ну ладно когда-то она даст мне эту деточку вот такое было видео спасибо всем за внимание всем пышного цветения здоровья вашим растениям